МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Час Икс настал". Через несколько минут главная интрига Чебоксарского международного кинофестиваля будет раскрыта. Скоро здесь появятся почётные гости. Всю неделю мы с ними пели, танцевали и разговаривали о кино. Чебоксарцы ещё раз могут поприветствовать артистов, режиссёров и членов жюри. Несколько минут до последнего звонка. В зрительном зале Чебоксарского драматического театра яблоку негде упасть. Именно здесь каждый год чествуют лучших из мира кино. Пока поклонники терзают звёзд, фотографируются с ними и берут автографы, агенты национального телевидения не теряют время зря. Кто же победит? Этот вопрос мы адресуем членам жюри. Но они не поддаются ни на какие провокации. Главные итоги кинофорума до последней минуты хранятся в строгой тайне. Татьяна, а не раскроете главную интригу? Кто же всё-таки победит? Или пока нельзя? Давайте не будем, давайте дождёмся. Уже осталось совсем немного, час осталось. И вы всё узнаете. А уже покорённый нами Александр Пятков раскрывает все тайны своего выступления. Без агента Гали в этом номере не обойтись, признаётся артист. Мало того, что там будет со мной участвовать открыл маленькую тайну девочка, то мне явно не хватает таких прекрасных сеньор, как вы, которые представят лицо телевидения Чуваши и лицо народа Чуваши. Поэтому я попрошу вас, когда я начну выступать, выйти просто и стать со мной рядом. Это будет просто здорово. Знаете почему? Это должна быть композиция, как рабочая колхозница Мосфильмовская. Ну и как после таких слов откажешь народному артисту? Галина вновь на сцене. Всё, как и обещал Пятков. Вот она, та самая девочка в чувашском костюме. Фестивальному трио удалось поразить всех. Даже эстрадным певцам так не аплодировали. За несколько минут до своего фееричного выступления Александр Пятков вручал призы одному из конкурсантов. Лучшим исполнителем роли второго плана был признан Лембед Ульфсак. Картина «Гольфстрим под айсбергом». Фильм совместного производства Латвии и России был снят два года назад. Награду на кинофестивале его создатели получили впервые. Специальный приз главы Чувашии достался президенту кинофорума. Правда сам Карен Шахназаров в Чувашию приехать не смог и заранее сообщил об этом в Телеграме. На прошлой неделе он принимал участие в совещании по вопросам развития отечественной кинематографии, которые проводил Владимир Путин. Лепту в общее дело вносит и Чебоксарский фестиваль. Каждый год его посвящают творчеству малых народов. Во многих регионах сейчас умеют создавать качественные ленты. Эти фильмы позволяют нам всем хранить единство, силу и богатство народных традиций, укреплять культурное пространство Российской Федерации. Всего в конкурсной программе кинофестиваля приняли участие 12 художественных картин. Оценивали их не только члены жюри, но и обычные жители республики. Приз от зрителей достался картине «Мисс Джинсовая Финляндия». Чебоксарские киноманы по достоинству оценили работу финского сценариста и режиссера Мати Кинунин. После просмотра его драмы никто не остался равнодушным. Фильм «Деточки» Дмитрия Астрахана также многих задел заживое. Эту картину чувашские журналисты не смогли не отметить. И поэтому вручили специальный приз прессы. Вручала статуэтку они наш специальный агент Галина. Дальше больше. Самая главная интрига фестиваля кому же достанутся статуэтки они за исполнение главных женской и мужской ролей. В итоге ведущие приглашают на сцену Морал Кучука Раева и Роберта Вааба. Роберт вообще уникальный человек, конечно. Он живет в Эстонии, в небольшом городке по Квадтаринам. Работает в фукном театре. Всю жизнь он играл в эпизодах. Мы его пригласили на эпизод в этот фильм. И вдруг так получилось, что я понял, что это главный герой. Самую последнюю статуэтку вручала лично председатель жюри Чебоксарского кинофестиваля Татьяна Яковенко и кинорежиссер Александр Прошкин. Грам-при получает сегодня фильм, которая была просто бесспорным лидером. Свои голоса этой картине отдали все члены жюри. Решением опытного жюри кинофестиваля Грам-при за лучший фильм удостоена картина «Все ушли» режиссера Георгия Параджанова. Правда, место виновника торжества за призом поднялся художественный руководитель фестиваля. Создатели фильма приехать чебоксары не смогли. Два часа торжественной церемонии пролетели как один миг. Зрители долго еще не хотели отпускать артистов. Благо, что звездные гости расходиться не торопились. Общались с поклонниками, давали автографы и фотографировались. И отвечали на самые провокационные вопросы наших агентов. Елизавета, вот ваш папа приезжал тоже на Чебоксарский кинофестиваль. Возможно, он что-то рассказывал про Чебоксары, про кинофестиваль. Наслышанно, ненаслышанно о нем были, раз уж решили приехать. Да, перед приездом сюда я слышала его отзывы. Он очень хорошо отзывался и о вашем прекрасном городе, и о катании по Волге вашей замечательной. Я очень хорошо отношусь к наградам, особенно к тем, которые могли бы быть вручены мне. Но если мне шанс выпадет, я принял бы участие и в малобюджетном фильме, и в короткометражке в том числе с приличным сценарием, с огромным удовольствием поучаствовал бы в фестивале. Итак, призы розданы. Гости попрощались, но только до следующего года. Миссия завершена. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из Невошедшего. Что ж, операция «Кино детям» начинается. Смотрите дневник шестого Чебоксарского международного кинофестиваля. Дупль первый. Сцена, она еще не спустила очки. Я успела спустить очки? Нет, я уже там начал говорить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА